Привет-привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Жанна. Ну что ж, вот мы и вернулись в солнечный Гибралтар. Закончилось наше путешествие по Болгарии. И мне все никак не могу я собраться силами и сделать видео, выводы. Очень много вопросов приходит именно по Болгарии, почему мы уехали, где больше всего понравилось. И я обещала сделать видео, я, конечно, постараюсь это сделать. Просто немножечко новости, вам тоже интересно, что именно происходит сейчас на данный момент. Так как из Болгарии мы вернулись еще в конце где-то августа. И уже, считайте, два месяца здесь провели на Гибралтаре. Ну, в принципе, я делала небольшое видео, я вам говорила, что мы вернулись. За это время мама у меня побывала в больнице. Сейчас дома, все нормально сравнительно. Я тоже умудрилась побывать в больнице, но, правда, опять на один день. У меня так и происходят мои приступы с желудком, помните? Я еще жаловалась весной. И мне до сих пор как бы так не могут поставить диагноз, что именно со мной. Несколько раз я уже ходила в больницу и даже полежала вот один день. Мне делали системы. В общем, каждый раз какой-то ставят диагноз гастроэнтерит, по-моему. Но разные я сдавала анализы. В общем, пока ничего не показывать. Но еще будут делать дальше какие-то анализы, посмотрим. Я, конечно, все это время сейчас сижу на очень строгой диете. Представьте себе, вообще практически не могу ничего есть. Вот, может, буду делать видео, если будет силы, сделаю. Покажу вам, что у меня теперь, какие завтраки, обеды, ужины. То есть, все поменялось. Ничего жирного абсолютно не могу есть. Там острого, специи абсолютно все исключила. Солое, выпечку, мучное. Так что вот так, да. Не могу сходить ни в ресторан, ни в какой. Только могу посмотреть, походить, понюхать. Запахи с ресторанов, особенно индийской, моей любимой кухни, да. Так что теперь мне это все, к сожалению, отменилось. Ничего не могу есть абсолютно. Так что не знаю. Но вот я говорю, видите, доктора ничего не находят. Один из докторов, в принципе, предположил, что это может быть нервное. Поэтому это сказал, что мне нужно как-то немножко привести себя в чувства и не нервничать сильно, да. Нужно отдохнуть, успокоиться. Ну, не знаю, вроде как, мне кажется, я не особо нервничаю. Конечно, я переживаю вся эта обстановка из-за своих. Поэтому, может быть, это так сказывается на мне. Еще на этой неделе у меня поднималась высокая температура, вот по 39 градусов. И я вообще уже думала, ну все, мне, короче, до кучи еще и ковидом я заболела, да. То есть я так думала, ковид или не ковид. Но температура продержалась один день. Я как бы ее не стала сразу сбивать. Я никогда не сбиваю температуру сразу. Полежала, все поломило тело полностью. Принципов, в принципе, не было таких, понимаете. Я как бы почему подумала, что может ковид, потому что насморка нет, да. Там нос не течет, горло не болит, ничего такого. Единственное, что желудок как бы у меня, да, все эти дни он меня беспокоит. А здесь такая высокая, 39 температура, и все тело ломит просто. Все, каждая мышца, все, в общем. Но запахи оставались, и чувство голода бы еще было. То есть все равно аппетит оставался. И поэтому я так, конечно, 50 на 50 думала, что делать. Я не собиралась там, естественно, бежать в больницу скорее, там, в панике или еще что-то. Думала, ну если уже начну задыхаться, когда самое страшное, тогда другое дело. А это, думаю, ладно, полежу, посмотрю, что будет дальше. Вот, к вечеру я выпила парацетаму, и на следующий день вообще как будто ничего не было. То есть я так еще удивилась. Ну, единственное, что немножко, 37 где-то была температура такая легкая, скажем. И усталость, просто слабость, усталость, понятное дело. Я там даже по дому в маске стала ходить, своими отдельно есть. Они отдельно едят время, там я позже. Вот, ну, пару дней вот так где-то, да, уже потом вроде как видно, что, ну, нет признаков. Но я не выхожу из дома, опять неделю уже целая. Так что сижу под замком сама себя уже, сколько я могу себя садить. Чуть какие-то симптомы сразу ограничиваю от каких-то прогулок. Вот, но сейчас такая погода, сегодня просто замечательно. Вообще, говорю, прям лето вернулось. У нас несколько дней были дождей. И вот пару дней вот уже прям очень хорошо и тепло. Так, ну что ж, хочу сказать, что, в принципе, из Болгарии все, что вот все наши мешки вы видели, доехали благополучно. Абсолютно ничего не разбилось. Все хорошо. Уже все я разобрала, естественно. Заняло некоторое время, как раз эти два месяца уже, я тут говорю, надо разбирать все, потому что Новый год скоро. У меня еще вещи были везде разбросаны, потому что у меня, вот, говорю, со здоровьем что-то так. И поэтому я то лежу, то разбираю немножко. Вот, ну все, теперь как бы все разобрала. Скоро уже все-таки будем готовиться к Новому году. Поэтому снова ставить елки, поэтому все пришлось, да, разобрать. Я просто очень надеюсь, что к Новому году у меня все-таки желудок немножко подлечится. Я смогу хоть нормально поесть, потому что хочется, конечно, и салатиков, да, и зимний сделать опять, и холодец, и нормально что-то такое скушать, там, мясо какого-нибудь жареного. Да, не знаю, смогу ли я это вообще есть или нет. Так, ну что ж, немножко про ситуацию с ковидом здесь на Гибралтаре. Я, конечно, я говорю, когда у меня хватит сил снова взять камеру в руки, я два месяца вообще не записывала ничего. И пройтись немножко поснимать. Набережная у нас преобразилась за это время, пока нас не было. Что-то еще и в центре, в городе, я не знаю, я там ходила. Давно еще тоже два месяца уже почти, говорю, не выходила практически в самый центр, не надо было особо, поэтому, по-моему, там ничего не изменилось у нас так слишком сильно. Так, значит, какая у нас ситуация? Ну, увеличивается количество заболевших. Я говорю, нам смски почему-то больше не присылают. Раньше присылали, сейчас нет, но заболевшие, как нам говорили, в основном из Испании вот приходили. То есть как бы не местные, да, как бы в основном. Но, не знаю, но дело в том, что растет количество заболевших, и Испания закрыла снова вход. То есть мы опять не можем никуда выйти и ничего сделать. Приходится вот так вот находиться в Гибралтаре все время, да. А нам, значит, обязательно теперь ношение масок в центральных частях города, по главной улице и где-то там на других улицах, где находятся магазины и больше всего людей. По набережной вроде как нет такого обязательства такого, потому что я вижу, что не все ходят в масках. А ограничения, насколько я знаю, было вроде как для каких-то ресторанов, по-моему, у кого нет своей кухни, у них распорядок работы, по-моему, до 9 часов они должны работать. Но я вижу, наши рестораны не закрываются в 9, то есть до 12 все нормально, народ все еще находится. Поэтому я думаю, что это не для всех такое ограничение. Так, ну, в принципе, вот и все. Я опять не вижу там никакого стресса вокруг у нас. Народ нормально гуляет, все, вот я говорю, даже рестораны, бары у нас открыто прилично, допоздна. Вот, так что вот так. Ну, что еще интересного? Пока ничего. Это все, что хотела рассказать, наверное. В общем, в принципе, на этом все. Постараюсь, конечно, по мере возможности поделать видео по Болгарии, да, обещала, вопросы же от вас приходят. Ну, буду стараться вот так делать, что-то вам рассказывать, свои заметки какие-то, да. Ну, что ж, спасибо за то, что смотрели. Тоже берегите себя, будьте осторожны, да, с этим ковидом. Я говорю, с этим ковидом, наверное, действительно стресс. Я говорю, тут температура поднялась, и уже думаешь, а ковид ли это вдруг? Что это могло быть? Нет, видите, это вот, не знаю, желудок или еще что. Поэтому, да, будьте осторожны, берегите себя, и увидимся в следующем каком-нибудь видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok